И снова добрый день, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. А значит, сегодня мы с вами будем что-то пробовать и обязательно поделюсь своим мнением. Недавно в магазине FixPrice взял продукт. Это у нас тефтели мясные в томатном соусе. Написано премиум. 300 грамм. Масса нет. Изготовитель ООО «Домашние консервы». В приближенном рассмотрении. Почитаем состав, откроем и посмотрим, съедобно ли это. Напомню, взял тефтели в магазине FixPrice за 55 рублей. Состав наших тефтель. Консервы мясорастительные, фаршевые, стерилизованные. Тефтели мясные в томатном соусе. Состав. Тефтели обжаренные, говядина, мясо кур, крупа рисовая, масло подсолнечное, лук, морковь, яичный порошок, специи. Так, томатный соус. Разные регуляторы кислотности. Вес нетто 300 грамм. Изготовитель ООО «Домашние консервы». Владимирская область. Срок годности консервов 24 месяца с даты изготовления. Так, на крышке банки. 05-07-2021 года. Что, давайте вскрывать данные тефтели, разогревать и пробовать. А что я вам хочу сказать. Выглядят тефтельки довольно-таки аппетитно. Давайте выложим аккуратненько в тарелочку. Конечно, непривычные тефтели, как мы привыкли. Ну, размером с котлеты. Здесь они такие более кругленькие. Или вообще, ну, в общем-то, непонятной формы. Ну, томатный соус, в принципе, выглядит очень даже неплохо. Так, реальное фото. Кстати, смотрите, реальное фото. Содержимое банки и реальное фото практически ничем не отличаются. Да, очень интересно. Если они будут вкусные, то я, наверное, поеду в фикс прайс и возьму себе банки 3 таких. По традиции, минуты полторы разогреем микроволновки и будем пробовать. Тефтельки уже разогреты. И, кстати, запах идет такой, ну, более-менее нормальный. То есть, пахнет аппетитно. Ничего, никаких изменений не произошло. Теперь давайте попробуем данный продукт и поделюсь своим мнением. Тефтельки, тефтельки. Запах продукта. Пахнет томатами. Тоже запаха мяса особо здесь не чувствуется. Давайте попробуем. А, кстати, ничего. Хочу я вам сказать, тефтели этим очень даже ничего. Есть это можно. Пахнет довольно-таки неплохо. И на вкус это, в принципе, тоже неплохо. Да, я думаю, брать это можно смело. Что я могу сказать по данному продукту? Тефтели неплохие. Можно брать. Когда некогда готовить или просто лень. Взяли баночку, открыли, разогрели и съели. Просто возьми, разогрей и съешь. Возьму ли я данный продукт еще раз? А знаете, да, возьму. Возможно, попозже, конечно, но возьму. Потому что тефтели, в принципе, меня устроили. А я напомню. Не забывайте подписываться на канал. Ставить большой палец вверх. И ждать следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока.